Реликвия с более чем вековой историей. В Караганде нашли дамбру, которая была сделана еще в 1900 году. Сейчас музыкальный инструмент находится у руководителя центра щертпеки Кайролы Садвакасова. Он нашел ее у жителя станции Моинтыщицкого района Рахманали Абеова. Эта старенькая дамбра долгие годы бережно хранилась в семье Рахманали Абеова. С его слов, более века назад его дедушка заказал дамбру у народных умельцев из Каркарлинского района. Тогда за этот инструмент расплатились тремя баранами. В 1932 году дамбра перешла по наследству отцу Рахманали Ажарбеку Абеову. С тех пор ее берегли как зеницу ока и передавали по семейной линии. Недавно владелец дамбры передал ее на хранение Кайролеса Дуакасову. Кище полагает, что к этому инструменту прикасались руки известных дамбристов из шерского района Кыздарбека, Симбека и Абекена. Шейка этой дамбры толщиной примерно 3 сантиметра. Это свидетельствует о том, что инструмент очень старый. Видно, что изготавливали его истинные мастера. Здесь всего 9 разделов, то есть нот. Инструмент требует реставрации. Дамбра почти полностью цельная, то есть высечена из дерева. Лишь крышку прибили гвоздями. Нынешние инструменты обычно склеивают из мелких частей, а затем покрывают лаком. Это негативно отражается на звучании дамбры. Также есть отличия и в струнах. Раньше их делали из кишок козы, а сейчас используют леску. Я видел такую дамбру в Астане со струнами из высушенных кишок козы на одном из больших концертов. Такие струны идеальные. Сейчас такие не делают. В доме Кайрулы Агай это не единственная реликвия. У музыканта есть еще одна дамбра с такой же более вековой историей. Ее музыкант периодически показывает своим ученикам. Кайрула Даулитбеков – основатель единственного центра Щирпики в нашей области.